Ассоциация Омских Кулинаров Самое благодарное занятие в жизни – лечить, учить и кормить. Большое спасибо вам за ваш труд, с марсиональным праздником, здоровья вам и вашим близким. Меняется отношение к профессии. Еще раз говорю, что если раньше это было просто ремесло, то сейчас там условно позиция шеф-повара в ресторане, ну это фактически там, ну не знаю, усиливает звездный статус у человека, потому что это действительно человек, который умеет создавать атмосферу праздника, потому что это все-таки не, это же все-таки, если мы говорим про искусство, то это не про белки, жиры, углеводы, да, это про атмосферу, про праздник, про культуру потребления, про то, как человек ознакомится с кухней разных стран. То есть там достаточно много аспектов связанных, и для многих абитуриентов это становится привлекательным. И особенно хотелось бы сказать о новом члене ассоциации, он не так давно у нас, это Умский технический университет, замечательная кафедра, которая там была создана не так давно, это кафедра биотехнологий и продуктов питания. Сегодня это активнейший член ассоциации и активный вообще субъект подготовки кадров, я бы даже сказала, немножко инновационного направления. Ассоциация Умских кулинаров – это ведущее объединение предприятий общественного питания в Умской области. Одно из направлений – это анализ тех тенденций в развитии ресторанного бизнеса и кулинарного искусства, которые сейчас присутствуют на рынке или в дальнейшем будут развиваться. Сегодня, безусловно, есть тренд на здоровое питание, потому что наш президент Владимир Владимирович Курсин в концепции развития нации сказал о необходимости увеличения продолжительности жизни, а ее продолжительность невозможна увеличить без качественного питания. Поэтому в дальнейшем всем нам предстоит не только разрабатывать вкусные блюда, но те блюда, которые сбалансированы по пищевой ценности, по пищевому составу, по минеральному составу и полезны для нашего гостя, для нашего потребителя. Это такой очень важный тренд. Кроме того, в Вселенной Ассоциации Кулинарных Союзов все шефы транслируют тоже такой тренд на экологичность и безотходное производство. То есть мы все должны сохранять нашу планету с тем, чтобы не запускать отходов пищевые, какие бы они ни были. Поэтому блюда будут, может быть, немного меньше по размеру, но они должны быть приготовлены качественно, с тем, чтобы они полностью употреблялись. Вот этот тренд на безотходность, на такое грамотное отношение к продукту, очень серьезное, оно тоже на самом деле есть. Конечно, мы никуда не уйдем без цифровизации отрасли, и нам нужно будет, возможно, оцифровывать свои меню, свои рецептуры и так далее, и очень много продавать на выносу предприятий общественного питания, потому что этот тренд, когда к нам не приходят, а заказывают еду для потребления дома, он тоже будет существовать. Рестораторам нужно думать вебинарах об сохранности продукта, об упаковке, о том, чтобы это блюдо было безопасно и качественно в процессе транспортирования. Вот такие важные тенденции, на мой взгляд, уже сегодня, важно учитывать в образовательном процессе, и вообще всем ресторанам. Спасибо.